Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня на повестке экономического календаря сразу несколько выступлений высокопоставленных чиновников ЕЦБ и Федрезерва. В 12.30 мы ждем выступления Кристин Лагарта, главы Европейского Центрального Банка, но к этому событию сейчас с моей стороны не так уж и много внимания, потому что евро я последние недели не трогаю, больше акцент именно на индексе американского доллара, которые как инструменты евро, доллар и индекс доллара очень тесно коррелируют между собой. Что касается чиновников американского регулятора, то нас ждет выступление представителей ФРС Боумана, Джефферсона и Харкера, по сути, голосующих членов Федрезерва, которые могут немного уточнить перспективы дальнейшей американской денежно-кредитной политики и перспективы повышения ключевой процентной ставки. Как мы прекрасно знаем, эта тема после потолка государственного долга снова стала основной. И именно то, как будет меняться вероятность того, изменится ли ставка или нет на июньском заседании. От этого будет зависеть, что произойдется долларом дальше. Ну и, конечно же, до конца этой недели нас еще ждет блок данных по рынку труда США. Завтра отчет EDP. Напомню, что из-за праздничного дня в понедельник публикация этого релиза была смещена на одни сутки вперед, со среды на четверг. И в пятницу после EDP частные оценки состояния американского рынка труда и официальные цифры будут, non-farm pearls, которые точно привнесут еще больше волатильности на финансовой рынке. Поэтому, если вы заскучали в последние дни из-за того, что движения не такие размашистые, как мы привыкли в последние недели, я думаю, что волатильность на рынках все же даст о себе знать до конца недели. Контролируйте риски, следите за плечами и загрузкой депозитов. Индекс доллара, друзья, 104.24 текущей котировки. Вчера были предпосылки для того, чтобы медведи все же стали уверенными лидерами и перехватили инициативу покупателей. Потому что локально мы видели, что этот инструмент тестировал поддержку 104 пункта, минимумы были еще ниже. Но инициатива довольно быстро пришла к покупателям и, в принципе, мы сейчас наблюдаем индекс доллара на локальных максимумах. Сделка по потолку государственного долга. Имеет ли смысл ее продолжать обсуждать? Честно говоря, нет. Потому что ее одобрение непосредственно уже в Палате представителей Конгресса, на мой взгляд, формальность. Даже несмотря на то, что, как ранее уже отмечал, очень много сейчас заметок, комментариев, таких радикальных высказываний о том, что сделка может не пройти. И, соответственно, мы буквально с четверга снова вернемся к вопросу потенциального дефолта США со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но я думаю, что самого факта принятия этого соглашения, достижения консенсуса между Байденом и Маккарти, достаточно, чтобы говорить о том, что эта сделка все прошла. И подписи это лишь вопрос времени, в частности сегодняшнего дня. Потому что в Сенате, Конгресс США, проблем с одобрением этой сделки, по сути, никаких не было. Поэтому, как уже ранее заявлял, лучше сейчас сфокусироваться на том, как меняется рыночное настроение и вероятность оценки повышения процентной ставки. Очень сильно плавает показатель, даже не припомню, когда в последний раз был такой прям коридор изменения за одну торговую сессию инструментов AdWatch. Буквально вчерашний брифинг, когда я записывал, вероятность была в районе 64%, потом упала до 55%, сейчас 59,6%. И это без каких-то интересных, значимых макроэкономических отчетов. Сегодня, конечно же, после выступления Боумана, Джефферсона и Харкера показатель будет еще более волатильным. И я очень надеюсь, как продавец доллара, что завтра у меня будет возможность перед отчетом EDP подсветить уже цифры пониже текущих значений, что создаст условия для дальнейшего уже снижения курса американского доллара. Но если вероятность останется также по-прежнему высокая, в районе 60%, останется еще козырь в рукаве. Это нонфармы, которые, по прогнозам, скорее всего, разочаруют и, соответственно, точно повлияют на эту вероятность, таким давлеющим эффектом, из-за чего она может оказаться существенно ниже. Я, друзья, остаюсь продавцом по индексу американской валюты. Считаю, что даже если ставка будет повышена в июне, это будет ошибкой. В конечном счете американский регулятор одумается. Золото. 1958 долларов за тройскую лунцию. Восстановились мы локально. Хочется, опять же, золото вдвойне сейчас купить, потому что уже развивается коррекционная динамика, которая может перерасти в полноценный восходящий тренд. И самое интересное, что и индекс настроений сейчас подсвечивают возможности для покупки, потому что толпа постепенно переворачивается, и уже 60% трейдеров золото шортит. Но это может быть временная динамика, временный оптимизм для покупателей. Я думаю, что нам нужно дождаться закрепления результата перехода инициативы и более очевидного роста этого инструмента. Например, после выхода данных по нонфармперлс. Поэтому, друзья, я рекомендую пока что по-прежнему держаться в стороне от золота, ждать пятницу, отчет нонфармперлс, и в понедельник, уже на следующей неделе, мы с вами обсудим, стоит ли открывать длинные позиции по рынку драгоценных металлов. Рынок нефти. Здесь неплохо отработала сделка по снижению. 73,47 долларов за баррель. Сейчас, среди факторов, которые могли оказать давление на цены на нефть, можно отметить комментарий генсека ОПЕК в интервью иранскому изданию ШАН, где, помимо того, что он коснулся тем основных целей вообще существования организации ОПЕК, он очень много говорил и выражал надежды на постепенное снятие санкций с Ирана, что позволит вернуться на глобальный рынок дешевой иранской нефти, и тем самым частично покрыть проблемы спроса, которые сейчас присутствуют на мировом рынке по мере постепенного восстановления, прежде всего, китайской экономики. Ну, я не думаю, что прямо эти проблемы спроса настолько очевидны, потому что, если бы они были очевидными, то страны ОПЕК плюс никогда бы не сокращали так активный объем нефтедобычи. Но, в любом случае, рынок нефти очень чувствительный к подобного рода заявлениям и комментариям, и особенно к теме возвращения на рынок иранской нефти, потому что это потенциально больше, чем 1,5-2 миллиона баррелей в сутки предложение. И этот фонд, конечно же, оказал давление на нефтянку. Я думаю, друзья, что существенно ниже текущих уровней мы не уйдем, где-то в районе 72 долларов за баррель, если цены окажутся в ближайшей торговой сеть, можно будет фиксироваться и уже искать уровень входа на долгосрок в расчете на последующее восстановление спроса и, очевидно, более скромное предложение, которое есть. Что касается Ирана, я почти уверен, что в ближайшие пару лет санкции сняты не будут. Поэтому в этом плане опасаться не нужно. Дешевая иранская нефть точно на глобальном рынке не появится. И что касается британской валюты 1,2386, хайп вчерашнего дня 1,2444, то есть снова протестировали сопротивление 1,24, но немного откатили сейчас. Я продолжаю верить в британскую валюту. Для меня это самый такой фаворитный инструмент среди всех активов рынка Форекс, потому что только в Англии настолько проблематична сейчас ситуация с инфляцией. 87% – это основной надпотребительских цен, продовольственная инфляция в районе 18-19% – это максимум за 45 лет. Британская экономика уже находится в инфляционной ловушке постепенного, постоянного роста инфляционного давления. На этом фоне в начале недели правительство Англии сообщило о том, что планирует провести ряд встреч с британским бизнесом, обсудить меры по тому, как можно повлиять на эти цены, снизить их. И, вы знаете, я думаю, что могут быть даже определены какие-то предельные уровни цен на системы значимые, на какие-то крайне важные сегменты продуктов питания, что будет лишь доказывать остату проблемы с инфляцией в английской экономике. И с этой проблемой нужно бороться, уже много раз говорил, каким образом повышением процентной ставки. Мое мнение, что до конца этого года британский регулятор еще 3-4 раза повысит процентную ставку и потенциально доведет ее до уровня даже выше, чем уровень ставки американского регулятора. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.